мармеладичек всех приветствую на своем канале любите ли вы мармелад так как его люблю я точнее так как его любит моя родня даже потому что я не настолько видимо его люблю как моя родня посоветовала мне вчера моя родня купить мармелада сделанного практически вручную в твери в какой-то такой компании которая как бы домашняя компания домашний мармелад но при этом как будет видимо зарегистрировано что несколько человек ваять мармелад общем у нас оказывается не знаю когда но видимо недавно открылся в угличе я даже сейчас скажу вам адрес магазинчик в здании которые отреставрировали по ходу дела и там много чего открылась или немного но открылся в общем где же это у нас это значит ярославская область город углич улица ярославская дом 12 дробь 13 рядом с бывшим магазином радуга остановка по моему так радуга есть напротив практически у нас углическая налоговая если будете вот на перекрестке то сначала вот так вот лицом к этому дому налево пойдешь к чертовой матери попадешь точнее туда куда то можно и в ярославль попасть если прямо со всем пилить по дороге направо пойдешь практически вам не попадешь но вообще если прямо то мужской монастырь попадешь назад пойдешь в волгу прешься теплохода поздороваешься прямо пойдешь на автовокзал попадешь и в общем купила я там на 524 рубля 96 копеек где-то так полтора килограмма всякого мармелада магазин называется мармелад так вот так это не знаю каким шрифтом на рукописным явно подписано мармелад работает он семь дней в неделю с девяти утра до семи вечера без обедов и то бишь выходных и мне даже бонусиком мармеладе казали короче я пробовала тетя на меня угощала как-то я думаю сами что ли делать что-то такое интересное потом как-нибудь я себе тоже своя и но вот когда у меня этот закончится меня правда уже родственнички поругали что типа вот за фигля ты купила он же свежий уже часто привозят а я думаю была бы я там допустим ехала я с работы вышла там это вот оттуда в тот магаз зашла бы и дальше бы пошла лежала бы я хотя бы на механке как раньше пешкодралом бы дошла обратно туда или туда или обратно а тут ой пардон я последние четыре дня спал мало часа по четыре зато я делал тайп и сегодня даже релизнул вместе с никиткой и даже перевод за час умудрилась сваять обычно часа три на него тратится короче говоря в общем поэтому я имею право зевнуть была бы я хотя бы на механке но я пришла дошла бы пешком а в принципе можно из цветочного до туда ломануться обратно тоже пешком можно упереться но как-то далеко это а с другой стороны я как бы не настолько фанат мармелада оказывается но меня то тянет то не тянет то могу с лопать грамм 300 за день то он у меня лежит и есть не просит и в общем как-то я вот купила думал вот лежать захочу я поем чаю с ним не захочу не поем чаю с ним первое что достаю там вообще 16 видов было мармелад с вишней его кстати вот мармелад от мармелада розни он вот этот самый смысл и самый тяжелый был весь мармелад 34 рубля за 100 грамм ну чем у меня тут один по 76 80 по 76 копейками 70 копейками 69 копейками вот это 92 48 72 с копейками и 77 с копейками еще 65 с копейками и еще бонусика мне еще далее лимонный купила и бонусика мне дали я думала или лимонная или апельсиновая думаю лимонный в общем мармелад с вишней все они короче в пакетиках еще таких как мне сказала тетя там гриб пластиковый он дешевле чем коробочка в коробочке типа как упаковочка там еще и баночка было еще как-то очень сильно упаковано и дети какие-то тусили которых кормил продавец или еще не знаю кто ли родители у них там купили или какой-то флешмоб был сожри ребенком мармелад ну как-то так в общем вот такой вот желейный мармелад с вишней мармелад с вишней больше ничего нету я думала там где-нибудь будет написано тверь адрес твери магазин твери или типа того или название этой фирмы люди из твери кто из твери еще если кто-нибудь еще из твери меня смотрит глянь из вякните кто это в комментах делает там у вас в общем такой вот железный 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 сказал желейный мармелад тут какие-то кусочки вишни такие плоские плавают так вот видно ли там вот а вот а вот я достаю из пакета еще там была черная смородина еще калина и до калина черная смородина значит брусника клюква арония но вот это черная рябина а я еще увидела с черникой там такой ряд был примерно вот такого цвета вот у нас тут мармелад черникой он слегка тут промок думаю что в холодильнике на держать потому что вот как-то она так намокла немножко вот такой мармелад у нас черникой положим моего пока обратно в пакетик и уберем наверно в холодильничок но мне что-то напоминает такое вот железненькое вот эти вот червячки наверное как-то так их типа желать желательного жевательного мармелада люди если вы закончили тайп без двадцати час ночи и до этого нифига не спали не ловите вдохновение или гоните это вдохновение порыться в нетбуке с попыткой поставить винду если там стояла линуксина линуксину удалять геморно очень а винду на установочную флешку с линуксиной не поставишь надо установочную флешку делать на винде а на винде не каждая приблуда хочет старую винду ставить они десятку ну и короче если у вас еще при этом asus и pc pxd на гигабайт памяти оперативной то короче тоже что-то а тут может прорвался ли он сам по себе как-то будто липкая отправили его обратно в пакетик тогда ну и в общем чё я потом еще в ней между блин гибко между делом короче другой еще пакет забернул потому что ой он окажется все таки чё-то с ним не так с этим пакетиком с этим пластиком потому что вот если он одевается на этот мармелад то снимаешь его внутри липкий короче тут у нас мармелад с грушей липко-липко делать не вставать же меньше потом это монтировать я хочу вообще смонтировать так вот что без заставок так тупо и пойдет обвинилась да я вообще думаю уже насчет заставок на их как-то может покороче делать музыка у меня там как-то такая вырезка из universal 56 номер так чё я хотела то еще глянула сюда ключи сидела я еще когда тапила что-то лазала в инет не помню то ли отвлекалась то ли что-то искала то ли проверяла то ли отвечала попутно на каменты то ли что-то еще и мне вдруг выдал youtube какую-то хрень я так посмотрела между делом когда поняла что уже все не могу надо поесть а потом продолжить type и она мне понравилась и когда я доделала type я стала искать и нашла две нищие девочки 2011 года сериал такой этот как я поняла создателей сериала секс в большом городе или две обомжавшие девочки еще оказалось сказал флудилку скинула в контактовую каналу посвященную пенек это этот сериал пеньку очень нравится короче говоря в общем я посмотрела еще потом где-то уснула как вроде как пять часов решила спать ложиться но у меня безумное животное решило что спать не вообще не обязательно вот уже пятую ночь она так думает потому что где-то с пяти до пол седьмого она усиленно будет начинает в общем тут у нас мармелад с облепихой нормализует работу нервной системы замедляет процесс старения снижает утомляемость лечит депрессию повышает работоспособность подозреваю все таки это надо в холодильнике держать на какой-нибудь нижней полочке так вот тут у нас ошметки этого самого облепихи главное только про облепиху тут написано дофига на остальных просто название мармелад из такого-то блин гибко меня угощала на эти тяду на разными клюквенным и может быть еще чем-то таким облепиха видимо он не очень нравится короче я же не стала открывать чем-то я ее понимаю иногда меня тоже тянет на сладенькое на другой вкусненькая иногда откроешь и уже не заметил как съелась так мармелад с калиной повышает иммунитет тонизирует организм лечат вирусные против и инфекционные простудные заболевания тут тоже слегка он калины не собралось у меня в этом году калины кто мне обещал заслать тоже не заслали вообще не понимаю людей которые вот сюда как бы кому-то навязываются или так вот ну прилагают что-то потом сруливают в игнор или вообще пропадают ну как бы не навязывайся или чего они ждут допустим даже вот от меня что я буду названивать написывать типа эй-эй где наш дар то в бога лёлю я ж не буду ну короче в общем это калина я когда увидела что там продон калина и облепиха решила что калина и припиху просто чисто попробовать потому что калина же она сама себе специфическая тут у нас мармелад с абрикосом это я уже когда поняла сколько у меня вывесилась мне девочка уже говорит вообще зашла тут уже на килограмм вышла ну что они где-то по 200 грамм вот эти штучки в общем 1 226 1 208 204 272 это вишня хотя вкладывать их такой же сама про себе тяжелая 212 это у нас груша 203 28 и 194 вот это вообще маленький самый 194 в общем тут у нас мармелад с абрикосом я думал апельсин дать или абрикосы думаю пусть будет абрикос не буду я его доставать а то они сами поняли какие воды листки блин еще у нас учу у нас тут в общем у нас подписано только калина облепиха лимон мармелад с лимоном улучшается способность память и внимание расщепляет холестерин укрепляет стенки сатутов он тут просто вот такой я кстати делала ну правда карамель лимонную дело сахара лимонный сок не падает ой тише не надо это брать и конечно через пакетик ну зная этого идиота а тут наверное 100 грамм хотя я пожалуй при встану подниму во первых у и наглый кот и возьму вот эти весы чисто свесить но мне интересно было чем этом бонусом дали ух ты мне бонусом дали 101 грамм этого самого лимонного мармелада у меня тут полторы штуки лимонного мармелада умеет а сколько было этого лимонного мармелада 226 грамм самый первый который я выбрал это лимонный мармеладду в общем Ну, вот у меня тут все. Да, еще мне выдали вот такой пакетик. Хотя я была сумочкой тряпочной, думала, что туда сложить. Пакетик. Спасибо за покупку. Пожалуйста. И тут этот, хотела сказать, дракончик, как его звать-то? Тигренок на такой вот штучке. В общем, у гличаней, если вдруг увидите этот ролик, и вы еще в танке. Чуть более, чем я, относительно этого магазина. То вот Ярославская, дом 12, дробь 13. Улица Ярославская, дом 12, дробь 13. Как срезать угол, когда идете на автовокзал. Вот здесь какая-то дверь, а здесь вторая дверь. Вторая дверь от дороги, скажем так. Вот так вот. Наискосок, если перпендикулярно идти. И кот пробежал сзади камеры. Магазин называется Барбилла. Тебе хотелось сначала дверь зафоткать на телефон, а потом думаю, что-то доставать телефон. Как-то у меня тут пакет, еще сумочка. Черт, он у меня скоммунизил, что ли, играет с чем-то. Надеюсь, не чем-то путным. Ну и, в общем, с семи, точнее, с девяти за семи, оно работает каждый день, без выходных и без обеда. В общем, вот такой мармеладный обзор. Я вообще думала сначала сделать стрим мармеладный, потом думаю, у меня как-то обзоры стримовые. И они идут, люди начинают какую-то гнать фигню, флудить. Трое основных из флудилки сказали, что они не могут идти подавать завтра. Завтра я не уверена, но, в общем, сегодня у меня не сложилось со стримом, я устала, как собак. Завтра на неделю, может, сделаю. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем мармелады, если вы его любите, и всем пока!